здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала вас приветствует алена арес я таролог и психолог в первую очередь конечно же от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии которые вы оставляете под моими видео за многочисленные лайки за то что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады мне очень и очень приятно и сегодня дорогие мои девочки для вас очередной очень точный расклад очень точное предсказание что конкретно на пороге у вас в личной жизни и сегодня мы действительно посмотрим только конкретное событие которое у вас на пороге в личной жизни и как это событие повлияет собственно на вашу личную жизнь данный расклад подходит абсолютно всем и тем кто одинок и тем кто в паре и тем кто в браке поэтому можете посмотреть я как всегда пройду по разным форматам отношений как всегда будет четыре позиции в каждой позиции я выложу три карты конкретное событие что вам лучше делать как себя вести и как данное событие изменит вашу жизнь вот такие три карты будут каждой позиции при этом девочки конечно же напоминаю что это все таки общий онлайн расклад его точно зависит только от вашей интуиции для записи на личную консультацию пишите мне на вайбер или ватсап контакты смотрите внизу под этим видео либо на заставке данному ролику именно пишите потому как звонок очень сильно мешает проведению консультаций и записи видео и еще один момент девочки конечно же консультации платные но у меня есть разные форматы консультации для того чтобы каждая из вас могла себе позволить обратиться ко мне за помощью также девочки напоминаю подписывайтесь на мой канал ставьте лайк нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные расклады ролики и премьеры и обязательно оставляйте под видео свои комментарии мне важно ваше мнение очень интересно как у вас проигрывается та или иная позиция еще один момент девочки пожалуйста не задавайте мне в комментариях вопросы у меня нет возможности в комментариях на них отвечать но самое ближайшее время я не имею ввиду несколько дней но где-то в течение месяца сейчас я над этим работаю я подключу платный чат где вы сможете задавать вопросы на которые я буду отвечать но это услуга будет платно это услугу предоставляет youtube не я лично вот поэтому ну существует такая это даже не услуга до функция такая на youtube сейчас есть пока я ее еще не освоила но она будет но в течение месяца я думаю я к этому приду тогда я смогу отвечать на ваши вопросы пока нет не пишите пожалуйста вопросы в комментариях то есть либо это вайбер или ватсап где я реально могу вам ответить вот это если вы пишете про какой-то просмотренный расклад девочки я столько делаю раскладов день да то есть это видео выходят одно два в день но у меня очень много личных консультаций поэтому я делаю очень много раскладов я их не помню если даже вы мне ватсап напишите что там каком-то раскладе по какой-то позиции там что-то вам непонятно то я даже не вспомню где это когда почему и зачем а вот поэтому ну вот то что я я человек уже говорила об этом да не робот и если я какой-то формат отношений упустила то просто либо прослушайте то что все равно то есть если я этому формату не уделила какого-то времени значит нет каких-то нюансов по вашему формату да ориентируйтесь на общую ситуацию которую я тоже проговариваю когда я говорю для всех форматов отношений да то есть полностью слушайте все что я рассказываю по вашей позиции вот ну в общем то наверное все просто я изучала вчера комментарии до девочки еще да я вначале сказала что благодарю вас но вот действительно вот читая ваши комментарии столько позитива от вас идет девочки я благодарю вас от всей души мне было очень приятно и всегда мне очень приятно читать ваши комментарии я всегда радуюсь еще знаете какой момент меня порадовал очень сильно то что вы друг другу помогаете и подсказываете то есть есть у меня девочки на канале которые уже давно в числе моих подписчиков и они помогают подсказывают другим что-то какие-то моменты которые новым подписчикам вдруг стали непонятны и мне конечно очень и очень приятно и еще одна девочка мама простите если если вдруг неправильно татьяна иваник по моему да которая представляет сейчас на данный момент тайм коды под моими видео я попросила написала в комментариях не знаю видели вы или нет напишите мне на вайбер или ватсап ну и как всегда девочки обращайте внимание на подсказки которые появляются вверху это ссылочки на другие мои видео которые помогут вам поверьте во всех ваших жизненных ситуациях даже без личной консультации вы можете найти помощь на моем канале это есть и сказки это и сильнейшие видео на исполнение различных желаний но сказки это вообще чудо девчонки отписываются я в восторге честно говоря я пока делала сказку на похудение я за сутки скинула два килограмма а вот и вес продолжает падать вот то есть даже пока пока я ее делала эту сказку пока я все готовила да пока я ее создала и вот у меня стал падать вес я не слушаю ее каждую ночь а вот ну естественно как бы просматриваю но тем не менее девчонки тоже тоже как и у вас пишут девочки о том что вес падает что пропало желание кушать то есть пропал аппетит вот вы знаете у меня все то же самое вот поэтому я охотно вам всем верю поэтому но иду по другим сказкам я хочу сказать что девчонки отписываются что ну разные ситуации что мужчина с мужчиной полгода не общались вдруг он стал звонить писать да но невозможно пересказать все что девочки пишут мне и в комментариях и лично да то есть на лайбр или ватсап но я просто радуюсь всегда всем позитивным событиям которые происходят в вашей жизни ну и теперь приступаем к раскладу и так что конкретно у вас на пороге в личной жизни так смотрим первая позиция что конкретно у вас на пороге в личной жизни что вам с этим делать как себя вести и как данное событие повлияет или изменит вашу жизнь личную естественно а вторая позиция что конкретно у вас на пороге в личной жизни как вам себя вести что делать и как данное событие как данное событие как данное событие повлияет или изменит вашу жизнь третья позиция что конкретно у вас на пороге в личной жизни Как вам себя вести, что делать И как данное событие изменит вашу жизнь или повлияет на нее Что-то я как-то сегодня раскладываю неровно И четвертая позиция, что конкретно у вас на пороге в личной жизни Как вам себя вести, что делать с этим И как данное событие повлияет на вашу жизнь или изменит ее Вот такие у нас сегодня интересные вопросы мы рассмотрим в раскладе Естественно, девочки, чтобы вы понимали В общих раскладах я выкладываю три карты А на личной консультации я их выкладываю Бесчисленное множество Больше пол колоды Поэтому, чтобы у вас хоть какое-то представление было Чем отличается общий расклад от личной консультации Да, здесь по каждой позиции три карты А в личном раскладе я выкладываю больше половины колоды Иногда бывает даже собираю и докладываю еще Так тоже бывает, потому что у всех ситуации разные Ну и соответственно и количество карт на личных раскладах у всех тоже разное Также, девочки, на пороге Что значит на пороге, чтобы вы ориентировались На пороге вообще это имеется в виду, ну, неделя-две Максимум это четыре недели Но это зависит от того, все-таки, какие события будут у вас на пороге Да, есть события маленькие, однодневные Да, то есть события, которые в один день укладываются Ну, события с продолжением, да Вот, а есть события, которые растянуты во времени И тогда это, то есть возникновение этого события в вашей жизни Может занять две, три или даже четыре недели Итак, теперь сосредоточьтесь на себе любимых Если вас беспокоят какие-то вопросы по личной жизни Вы сейчас можете о них подумать Прислушайтесь к своей интуиции И интуитивно выберите ту позицию, которая вам нравится Или которая у вас отзывается Начинаем, как всегда, с первой позиции Девочки, очень хочется мне начать с какой-нибудь другой Я бы давно уже это сделала Но боюсь, что я вас еще больше запутаю Вы тогда не поймете, где какая позиция Вот, поэтому буду начинать все-таки с первой Итак, первая позиция Какое же событие, главное, важное У вас на пороге в личной жизни А у вас король, король кубков Это мужчина, у которого светлые волосы, светлый шатен, светлопепельные, светлокаштановые, светло... Не знаю, какие коричневые, светло-русые, ну любой оттенок светлых волос Вот, хотя здесь на картинке мужчина темный, да, но это, честно говоря, так кажется просто на голубом фоне Вот, вообще по королю кубков это мужчина, у которого светлые волосы Мужчина добрый, щедрый, веселый Зачастую душа компании При этом вот чаще всего по королю кубков это мужчина-бизнесмен Который имеет, ну какой-то, какой-то бизнес Да, я не говорю о том, большой он или маленький, да Но какой-то, либо все равно какой-то начальник Ну не очень, ну, как бы занимающий высокую должность, но тем не менее Вот, кроме того, он, то есть мужчина достаточно обеспеченный Вот, причем, знаете, такой действительно добрый, щедрый, такой веселый Добродушный еще, вот говорят про короля кубков Мужчина, который умеет проявлять свои чувства, умеет красиво ухаживать Мужчина, который любит заботиться Вот такой мужчина у вас на пороге С какой целью? Ну, учитывая, что у нас расклад на личную жизнь Все-таки, естественно, если вы одиноки, то мужчина, конечно, идет вам для личной жизни Я посмотрю дальше карты, тогда уже скажу сейчас, пока не буду говорить конкретно для каких отношений, да Вот, посмотрим итог, и тогда я вам расскажу Если вы в паре, то здесь мужчина, то есть это будет ваш поклонник Если вы в паре или в браке Причем в паре я имею в виду и тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод, но вы все равно считаете себя в паре, да То есть здесь я разделяю только два формата отношений Либо вы одиноки, либо вы в паре Если будут какие-то нюансы для тех, у кого, кто в ссоре У кого конфликт, разрыв, развод, да, то я, естественно, это озвучу Но пока только два формата отношений, да, то есть разница Либо вы свободны, либо в паре или в браке Но, честно говоря, все равно, вот этот мужчина все равно у вас на пороге Причем, девочки, хочу сказать, что это, ну, не обязательно прям новый мужчина в вашей жизни Может быть, вы мужчину и знаете Просто он вдруг начнет за вами ухаживать Начнет проявлять в отношении вас свои чувства Вот, это возможно Но это не тот мужчина, с которым вы в паре Даже если соответствует описание мужчины вашему мужчине Вот Дальше Что вам делать? Как быть и как себя вести с этим мужчиной? Ну, здесь я хочу сказать по старшему аркану Мир, очень большое будущее с этим мужчиной именно Ну, давайте все-таки еще последнюю карту Как изменится ваша жизнь? Ну, вот, любовный союз, собственно, о чем я и сказала изначально Причем кубки и старший аркан мир Это говорит о счастливом браке, о счастливой семейной жизни с этим мужчиной Так что для тех, кто одинокие, девочки, можете прыгать У вас на пороге достойнейший мужчина Вот, кроме того, вот по кубкам всегда мужчины идут такие Очень симпатичные, привлекательные и интеллигентные То есть, действительно, он вот мужчина, который умеет красиво ухаживать Вот Ну и, соответственно, что вам делать? Серьезно отнестись к этому мужчине К тому, что ваша жизнь меняется к лучшему То, что у вас в жизни с этим мужчиной наступает по старшему аркану мир Белая полоса То есть, радоваться этому счастью Быть довольной жизнью И, действительно, радоваться тому, что этот мужчина появился в вашей жизни Потому, что он появился, действительно, я здесь вижу Для Счастливого Для создания семьи Для создания брака Причем, очень-очень счастливого То есть, действительно, старший аркан мир говорит Признайте, наконец, что наступает Белая счастливая полоса в вашей жизни Причем, по старшему аркану мир Что-то заканчивается Что-то нужно отпустить Отпустить прошлое Вот, и начинается совершенно новая, другая жизнь И Как изменится ваша жизнь Будет прекрасный любовный союз Наполненный чувствами Радостью и счастьем Вот, и кроме того Ну, нет, для тех, кто пар, я расскажу чуть позже Вот, так что радуйтесь Здесь у вас на пороге прямо счастливые события И По старшему аркану мир Это судьбоносные перемены в вашей жизни В лучшую сторону То есть, действительно, по старшему аркану мир Заканчивается какой-то период И начинается новый, более счастливый Дальше Для тех, кто в паре Или в браке Вот Проговорю отдельно Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод В паре еще Это и те, у кого роман на расстоянии Да, с мужчиной из другого города Другой страны Тоже вы сюда же укладываетесь Для тех, кто в паре Или в браке Да Смотрите Действительно появляется в вашей жизни Какой-то мужчина Вот, мужчина другой Я уже сказала о том, что Не обязательно это новый мужчина Но этот мужчина Изменит вашу жизнь К лучшему И здесь для вас будет Несколько вариантов Для тех, кто в паре Или в браке Да Либо этот мужчина Если вы в браке Может стать вашим любовником И в вашей жизни Действительно наступит Новая счастливая полоса Вашей жизни Либо Возможно вы поменяете Потому что здесь идет Окончание одного И начало другого То есть, если, к примеру Ваш брак Или ваши отношения в паре Уже давным-давно Пришли к логическому Завершению То этот мужчина Который войдет в вашу жизнь Просто коренным образом Изменит ваше будущее В лучшую сторону Потому что с ним Действительно В будущем Счастливый брак Счастливое создание семьи Дальше Для тех, кто еще В паре или в браке Может такое быть Девочки Что появление этого мужчины В вашей жизни Вот такого поклонника Изменит ваши отношения С вашим существующим мужчиной Да, если у вас нормальные отношения И вы не собираетесь Как бы другого мужчину Ну, то есть Не собираетесь мужчину менять А вот А собираетесь именно Дальше идти по жизни С тем мужчиной С которым вы в паре Или в браке Но появление вот этого Светловолосого мужчины Изменит вашу жизнь В паре или в браке Настолько, что Ваши отношения То есть укрепит брак Появление вот этого поклонника Вот этого ухажера Изменит ваши отношения В паре или в браке Ваш партнер или супруг Начнет вас ценить Дорожить вами То есть он увидит Что вы интересны Другому мужчине Что другой мужчина За вами ухаживает Да, конечно Будет и ревность Но в итоге Да, мы уже смотрим Как итог Данного события В итоге Получается Что появление этого мужчины Укрепит ваш брак Произойдет в ваших отношениях Всплеск чувственности Вот, то есть Вы почувствуете Насколько вы друг друга любите Насколько Вы друг другу ценны И ваши отношения В паре или в браке Станут значительно лучше Кроме того Возможно Это подтолкнет Вашего партнера Сделать вам Предложение Руки и сердца Наконец-то Вот такой вариант Тоже возможен Дальше Для тех У кого ссора Конфликт, расставание Разрыв, развод Это Другой мужчина Как я сказала Да, не обязательно новый Но другой Не тот, с которым у вас Ссора Конфликт, расставание Разрыв или развод И здесь Тоже два варианта Развития событий Либо вы Будете строить отношения С новым мужчиной Вот с этим Который у вас На пороге Реально Это будет Счастливый Счастливая семья И счастливый брак Либо Появление Этого ухажера Подтолкнет Вашего мужчину С которым Вы В паре Или в браке К решительным действиям То есть Сделать вам Конкретное предложение Руки и сердца И начнется В ваших отношениях Мало того, что Примирение будет Начнется новый Счастливый Период Ваших отношений Дальше Как Ваш мужчина С которым Вы В ссоре Узнает О том, что У вас поклонник Появился Не нужно Мужчине Его демонстрировать Вы знаете, что Это чувствуется На энергетическом Уровне То есть Он почувствует Проверено Миллион раз Девочки Не надо Никому Ничего Демонстрировать Никому Ничего Доказывать То есть Вашему мужчине Там Показать, что У него там Есть соперник Или что Не надо Этого делать Он почувствует Это на интуитивно Ну да Интуитивно На энергетическом Уровне На тонком плане Он это почувствует И это Подтолкнет Его к действиям Вот такие Ситуации Так что В любом случае Перемены Для вас Для всех Лично Во-первых Мужчина Достойный У вас На пороге Во-вторых Перемены В лучшую Сторону То есть Сначала Светлого Счастливого Безоблачного Периода Прекрасный Счастливый Любовный Союз В вашей жизни Так что Радуйтесь Наслаждайтесь И будьте Счастливы Обращайте Внимание На подсказки Которые Появляются Вверху Это ссылочки На другие Мои видео Которые Иногда Правда Просто волшебным Образом Меняют Вашу Жизнь В лучшую Сторону Так что Смотрите С удовольствием И вообще У меня на канале Вы всегда Сможете Даже не обращаясь Ко мне За личной Консультацией Найти Помощь И перехожу Я теперь К следующей Ко второй Позиции Девочки Для тех Кто загадал Вторую Позицию Смотрим Что конкретно У вас На пороге В личной Жизни А у вас На пороге В личной Жизни Неопределенность И выбор Посмотрим Что же Что же За неопределенность Такая у вас В личной Жизни Что вам Делать С этим Событием С этой Неопределенностью Да и как Быть И Как Это Событие Изменит Вашу Жизнь Итак Девочки Рассказываю Ну давайте Наверное Начну с тех Кто Одинок Да В вашей Жизни Появится Мужчина Вот Сразу Даю Описание Кстати Да Описание Для всех Форматов Конечно Отношений Мужчина У которого Темные Волосы Темные Глаза Темный Шатен Это Темно Каштановый Темно Пепельный Темно Русый Любой Оттенок Темных Волос Темные Глаза Тоже Любого Оттенка Мужчина Такой Ну Достаточно Решительный Внешне Холодноватый Сдержанный Несколько Конфликтный Чаще всего Это какой-то Чиновник То есть Служащий В каких-либо Официальных Органах Это Может быть Также Полицейский Военный Судья Юрист То есть Любая Профессия Связана С Законодательством Врач Еще Может быть Врач Хирург По мечам Может быть Мужчина Очень Интеллектуально Развитый Обычно Именно По королю Мужчина Занимает Какую-либо Должность Но Не сильно Высокую Крайне Редко По Королю Мечей Идет Идет Идут Бизнесмены Да То есть В моей Практике Такого Не было Все-таки Все-таки Именно Какие-то Официальные Органы Еще По Королю Мечей Бывший Муж Или Бывший Мужчина С которым Когда-то Были Отношения Вдруг Возникает В вашей Жизни Вот Такой Мужчина Я хочу Сказать У вас На Пороге Ну А теперь Я начну Да С тех Кто Одинок В чем Же У вас Заключается Неопределенность И Выбор То есть Либо Дальше Быть Одной Либо Все-таки Вот С Этим Мужчиной Скорее Всего Это Кто-то Из Ваших Бывших Поэтому У вас Такой Выбор Что Либо Одиночество Либо С этим Мужчиной То есть Выбор Достаточно Непростой Потому что Если уже Вы когда-то Расстались Значит Что-то У вас Не получилось Не смогли Вы построить Отношения По каким-то Причинам Вот И поэтому Конечно Вам Сложно Решиться На отношения С этим Человеком Еще Раз Вот Что же Говорит Карта Король Мечей Как вам Быть Как Поступать Конкретно С этим Мужчиной Ну Смотрите Его Нужно Принять Таким Как Он Конфликтный Ревнивый Сдержан В чувствах В эмоциях Такой Внешне Холодноватый То есть Сама Карта В этой Позиции Она Говорит Что Либо Вы Принимаете Его Таким Какой Он Есть Не Переделывая Либо Не Принимаете Какой Будет Итог Ваших Отношений Итогом Ваших Отношений Будет Страстный Бурный Роман Вот Вполне Возможно Что И С серьезным Продолжением То есть Потуз Ужезлов Это Не просто Роман Короткий Который Быстро Закончится Здесь Вполне Возможно Серьезное Продолжение То есть Роман С продолжением Вот Но Это При всем При том Что Вы Примите Его Таким Какой Он Есть Но Выбор У вас Достаточно Сложный То есть Либо Остаться В гордом Одиночестве Все Таки И подождать Еще Какого-то Другого Принца Либо Все-таки Связать Жизнь Сейчас На данный Момент Вот с этим Мужчиной Но Выбор За вас Я хочу Сказать Никто Абсолютно Не сделает Вот То есть Выбор В любом Случше Делать Сделать Можете Только Вы Сами Потому Что Только Вы Знаете Чего Вы Хотите От Жизни Что Для Вас Важно Ценно Что Вам В этой Жизни Вообще Нужно Вот Поэтому Здесь Собственно Итог Как Изменится Ваша Жизнь Я вам Сказала Это Будут Страстные Бурные Отношения И Вполне Серьезным Продолжением Но А уже Как Дальше Будут Развиваться Ваши События Дело Потому Что Мы Именно Сейчас Смотрим Что Конкретно У вас На пороге А Именно Отношения С этим Мужчиной Вы Можете Как раз Обращайте Внимание На Подсказки И У меня Есть Множество Видео Именно На Отношения Посмотрите Как В дальнейшем Будут Развиваться Ваши Отношения Там есть Разные Видео Можете Посмотреть На Полгода И На Год И На Три Месяца Именно Отношения С этим Мужчиной Но Это Уже Когда Он Появится Не Сейчас Ну Или Обратиться За Личной Консультацией Но В любом Случа Девочки Выбор Кроме Вас Все равно Никто Не Сделает Выбор Можете Сделать Только Вы Сами Лично Дальше Что Я Здесь Еще Неопределенность Заключается В том Что Мужчина Предлагает Вам К нему Переехать Либо Сам Хочет Переехать К вам Вот То есть Здесь Переезд Но В итоге Переезд Будет Ну Во-первых Будет Страстная Встреча Вот Ну Потом В итоге Переезд Да То есть Этот Мужчина Хочет Коренным Образом Изменить Вашу Жизнь Но Вы Пока Еще Не Готовы Поэтому Находитесь В состоянии Или В ситуации Неопределенности Выбора И Сейчас Вот На пороге У вас Вот Это Событие Неопределенности То есть Вот Эта Неопределенность Вас Усилится Потому Что Мужчина Ну Будет Требовать Да Вот Мне хочется Сказать Именно Требовать От вас Решения А Вы Еще Внутренне Готовы Вы Для себя Не решили И не Определились Какими Будут Отношения С этим Мужчиной Я здесь В данном Раскладе Вам Не скажу Я уже Сказала О том Что Либо Другое Видео Именно На отношения Посмотрите На моем Канале Либо Личная Консультация Вот Поэтому Думайте Сами Дальше Для Тех Кто В Паре Для Тех Кто В Паре Я Вижу Тоже Появление Другого Мужчины В вашей Жизни То есть Это не тот Мужчина С которым Вы В паре И здесь У вас Ситуация Выбора Идет Между Двух Мужчин Вот Ну Тут уже Оценивайте Сами Потому что Да Это будет Страстный Роман Но Именно Ну То есть Изначально Вот Мужчина Какой-то Бывший Появляется В вашей Жизни Вот Да С чувствами Со страстью Конечно Но Опять-таки Задумайтесь Что Если вы Когда-то Расстались То Ну То есть Вспомните Все то Что было Вот Здесь Не нужно Отпускать Прошлое Здесь Нужно Проанализировать Почему Вы Расстались И Возможно Ли Дело в том Что именно Серьезных Намерений Да Со стороны Мужчины Я не вижу Сейчас Изначально Может Может быть Поэтому Вам Сложно Сложно Выбрать Да Если Уже Вы В паре И тут Появляется Какой-то Мужчина Из Прошлого Ну То Что он Будет Вам Мешать То То есть Именно По строению Отношений С тем Мужчиной С которым Вы В паре Это Да То есть Он Будет Страстно Себя Проявлять Проявлять К вам Страсть И тем Самым Будет Вносить Некоторую Конфликтность Ваши Отношения С мужчиной С которым Вы В паре То есть В любом Случа Он Появится И Поэтому Будет Такая Некоторая Неопределенность И еще Один Момент Девочки Для тех Кто В паре Или В браке Возможно Ваши Отношения С тем Мужчиной С которым Вы в паре Или в браке Пришли К логическому Завершению То есть Не хотите Вы продолжать Отношения В паре Или В браке Ну вот Охладели Чувства Конфликты Бесконечные Вот То есть Чувства Остыли Постоянные Конфликты Упреки Со стороны Мужчины Постоянные Обиды С его Стороны И Вам Хотелось То есть Вы сейчас В состоянии Выбора Продолжать Отношения В паре Или В браке Да Или Все-таки Развестись Но я хочу Сказать Что развестись У вас Не получится Разорвать Отношения Тоже Несмотря На всю Вашу Неопределенность Но начнем С того Что Если Вы В раздумьях А у вас На пороге Именно Ситуация Неопределенности И выбора То есть Если вы Зависаете В этой ситуации То это уже Говорит о том Что вы Очень сильно Сомневаетесь Стоит ли вам Разрывать Отношения С мужчиной Или Разводиться А это Говорит о том Что Если Мужчина Определенным Образом Будет Себя Проявлять То вы На разрыв Или развод Не решитесь То есть Если Человек Окончательно Решил Разорвать Отношения То он Уже Не зависает В ситуации Неопределенности И выбора А конкретно Четко Принимает Решение И эти отношения Разрывает Вот Здесь у вас Другая ситуация Поэтому я вам И говорю И как раз Таким мужчина И будет Себя Проявлять То есть В итоге Он проявит Страсть К вам Да То есть Активные Действия Страстные Действия Вот И вы Не решитесь На развод По крайней мере Вот в ближайшее Время Я хочу сказать Что точно Мало того Благодаря Как бы Вот этим Событиям Благодаря Тому Что вы Будете Зависать Вне Определенности Благодаря Действиям Мужчины С которым Вы В паре Или в браке Ваши отношения Получат Второй Шанс Мужчина Произойдет Именно Сплеск Чувственности И страсти В ваших Отношениях Отношения Оживятся И вполне Даже То есть Если Вы Дальше Грамотно Начнете Эти отношения Продолжать Грамотно Мудро Да То Вполне Есть У ваших Отношений Как бы Даже Второе Дыхание Я бы сказала Да Или второе Начало Начало Более Счастливых Более Чувственных Более Страстных Отношений Потому что Ну Потузу Жезлов Это мало Что действие Это еще Все-таки Некоторая Стабильность Отношений То есть Это не что-то Такое Короткое Неопределенное А вот Так что Вот такую Ситуацию Девочки Я тоже Вижу И ну И для тех Кто в браке Я еще Не договорила Да Что Да Появление Нового Ну как Не нового А мужчина Из прошлого Нет Даже неправильно Сказал Бывшего Бывшего Какой-то Бывший муж Или мужчина С которым В прошлом Были Именно Отношения Потому что Мужчина Из прошлого Это может быть Ну Вообще Любой мужчина Да Даже который С которым У вас Не было Отношений А здесь Именно Мужчина С которым У вас Были Отношения Вот он Появится В вашей жизни И Со страстью С чувствами Да Будет Вносить Смуту В ваш Брак Потому что Он будет Очень Страстно Очень активно Пытаться Вас отбить Очень ярко За вами Ухаживать То есть Он не будет Скрывать Своих чувств И достаточно То есть Если Вы в браке И У вас Прекрасный брак Да То этот мужчина Очень даже может Вам навредить Вашему браку Или вашим Отношениям Которые появятся Вот этот ваш Бывший Есть несколько Способов Как То есть Если реально Какой-то бывший Появляется Начинает мешать Разрушать Реально Ваши Отношения В паре Или в браке Как с ним Себя Вести Ну Есть несколько Способов Я конечно Девочки Сейчас Говорю о том Что Ситуации Бывают Разные И Вы у меня Все разные Конечно Все разные Ситуации Вот Поэтому Сказать Универсальный Способ Как быть И что делать Я вам Не скажу Но Часто В данном Случае Подействует Такая Техника Как Скажите Ему Что вы Его тоже Любите Что вы Его всю Жизнь Ждали Что вы Хотите За него Замуж Прямо Здесь И Сейчас Вот Зачастую Вот Такое Поведение Оно Отталкивает Мужчину Который Конкретно Появился В вашей Жизни Для того Чтобы Разрушить Ваши Отношения Попробуйте Попробуйте Вот этот Способ Очень часто Он Работает Ну Еще Один Момент Для тех Кто У кого Сторый Конфликт Расставания Разрыв Развод Ну Я тут Вижу Собственно Разрыв Развод Мужчина Обиделся Мужчина Обижается Злится Ревнует А вы Находите Ситуации Неопределенности И Выбора То есть Здесь Неопределенность Для тех У кого Сторый Конфликт Расставания Разрыв Развод Заключается Как раз Таки В том Что Не делает Мужчина Никаких Действий Не совершает Не пытается С вами Помириться И естественно Вы зависаете И не знаете То ли сделать Самый первый шаг То ли его делать Не нужно Я хочу сказать Что мужчина Сделает первый шаг Поэтому Здесь на пороге У вас Такое событие Как Зависание Внеопределенности Вот И позависайте Внеопределенности Не предпринимая Никаких Шагов Ну это Где-то Неделю Вы позависаете А потом Он сам Начнет Предпринимать Шаги В вашем Отношении Потому что Жизнь ваша В любом Случае То есть Смотрите На пороге События Какой Неопределенности И выбора Да Вот То есть Такое Зависание Внеопределенности Вот И оно Приводит К чему К страстным Действиям Мужчины И К развитию Страстных Отношений Поэтому Имейте Ввиду Что здесь Благоприятно Действительно Позависать В неопределенности Что-то Поанализировать Подумать Но Самой Не предпринимать Никаких Действий Вообще Вот такая Девочки Вторая Позиция Уже не буду Говорить вам Чтобы вы Обращали Внимание На подсказки Да Сказки На ночь Выбирайте Свою сказку На ночь Они реально Меняют Жизнь К лучшему И Переходим К третьей Позиции Теперь Смотрим Для тех Кто выбрал Третью позицию Что Конкретно У вас На пороге В личной Жизни У вас Начало Новых Отношений Для кого-то Кстати Зачатие Или рождение Ребенка Либо Начало Отношений С чистого Листа Для тех У кого Сора Конфликт Расставание Разрыв Или Развод Но для Некоторых Это могут Быть И легкие Сексуальные Отношения Ну посмотрим Что вам делать Как себя Вести Появление Любовника В вашей Жизни У вас На пороге Любить Говорит Тройка Кубков Любить И быть Счастливой Ну и Как изменится Ваша Жизнь Ситуация Выбора Разумий Выбора Но здесь Как раз Таки По тройке Жезлов Здесь Определенная Ситуация То есть Построение Планов На Будущее Итог Хочу посмотреть Итог Этого События Которое у вас На пороге Итог Рассказываю Девочки Для тех Кто одинок Появится В вашей Жизни Прямо В ближайшую Неделю Мужчина Светловолосый Моложе Вас На год Два Пять Вот Это При всем Притом Если вы Старше 35 Если вы Моложе 35 То Мужчина Может быть Моложе Вас Немножечко На год Два Либо Немножечко Старше Либо Ровесник То есть По разному Потому что Здесь Мужчина По рыцарю Мужчина Младше 35 Чувственный Веселый Добрый Интеллигентный Симпатичный Чаще всего Мужчина Такой Знаете Вот Сердцеед То есть Мужчина Который Такой Сладенький Который Нравится Женщина Потому что Очень Интеллигентный Манерный Такой Вот То есть Ну Пока Как бы Не могу Сказать По рыцарю Что он Чего-то В жизни Добился Вот Ну На ногах Стоит Вполне Хорошо Но Не могу Я сказать Что он Какой-то Начальник Или что Он Очень Обеспечен Вот Но Тем не менее Ну В любовники Очень Даже Хорошо Подходит Но Это Другая История Да Это Для тех Кто В паре Или В браке Вот Давайте Все-таки Здесь Для Сначала Для тех Кто Одинок Начало Отношений Причем По старшему Аркану Шут По Тройке Кубков И Рыцарю Кубков Я хочу Сказать Девочки Что это Будет Чувственный Сексуальный Роман Вот Но Тройка Жезлов Вот она Как раз Таки Добавляет Стабильности То есть Начнется Все это Вообще Как флифт Как просто Легкие Сексуальные Отношения Но Потом Эти Сексуальные Просто Легкие Сексуальные Отношения Приобретут Более Серьезный Оттенок И серьезные Планы На будущее Ваших Отношений Вот Так А начнется Все Просто Как игра Просто Как Ну Легкий Сексуальный Роман А вот Но На самом Деле Этот Роман Будет С большим Серьезным Продолжением Так что Радуйтесь А вот Но вы так И отнеситесь Легко Да Отнеситесь Легко К этому Мужине Радуйтесь Наслаждайтесь Собственно Тем Что есть То есть Когда Когда у вас Нет ожидания Да Чего-то Когда вы От него Почему Вот здесь Такая ситуация Потому что Когда вы Не ждете От мужчины То есть Изначально Вы его Встретите Вы подумаете Ой да Это мужчина Там На несколько встреч Да То есть Изначально У вас Именно Такое Будет Ощущение И Сохраните Это ощущение Пусть Оно Таким Будет Вот И То есть Когда Нет Вот этого Ожидания Серьезность Когда Вы От мужчины Не ждете Именно Серьезных Отношений Серьезных Намерей То Зачастую Конечно Оно Потом Так И Получается Вот Здесь Я Эту Ситуацию И Вижу Поэтому Сохраните Вот Эту Легкость Да Ничего Не ждите От этого Мужчины И Тогда Будете Приятно Удивлены Дальше Для Тех Кто В паре Здесь Я хочу Сказать Что Да Для тех Кто В паре Или В браке Появится Вашей Жизни Новый Мужчина Это будут Тайные Сексуальные Отношения То есть Я хочу Сказать У вас Появится Любовник Он у вас На пороге Мужчина Прям Очень Хорошенький Буквально Вас потянет К нему С первого взгляда Причем Еще Интеллигентный Мужчина Который Умеет Очаровывать Вот Он вас Прямо Очарует Поэтому Появится У вас Любовник Но Будьте Внимательны Дело В том Что Мужчина Несмотря На то Что он Производит Впечатление Именно Такого Мужчина С которым Возможно Только легкие Сексуальные Отношения Он Хочет Серьезных Отношений И постепенно В ходе Ваших Отношений Он Начнет Если вы В паре Или в браке Он начнет Предъявлять Вам претензии Он Не захочет Быть Третьим Лишним Он Захочет С вами Серьезных Отношений И Захочет Разрушения Других Ваших Отношений То есть Занять Первое Место Естественно А вот Но здесь Девочки Хотя Здесь Длительные Серьезные Отношения Планы На длительные Серьезные Отношения Я вижу Вот Но Как будут Дальше С ним То есть Если вы Оставите Своего Партнера Или мужа Как будут Складываться Ваши отношения С этим Мужчиной Я здесь Вам Конечно Не скажу Посмотрите Другой Расклад На моем Канале Любой Расклад Когда этот Молодой Человек Появится В вашей Жизни Посмотрите Как будут Развиваться То есть Именно Посмотрите У меня На канале Любой Расклад На отношения На перспективу Отношений Там есть И на Расклады На личную Жизнь И на Три Месяца И на Полгода И на На год Ну Хотя бы На три Месяца Или на Полгода Посмотрите Вот Для того Чтобы понять Будут ли Дальше С ним Продолжаться Отношения И Какими Они Будут То есть Есть ли Вообще Перспектива Развития С ним Серьезных Отношений Потому Что Изначально Он Да Он Будет Заявлять О том Что Он Хочет С вами Серьезных Отношений То Что Он Не Хочет Чтобы Вы Были В паре Или В браке А вот Ну А как Дальше Потому Что Так Иногда Бывает Девочки Что Вы Оставляете Своего Партнера Или Разводитесь И Этот Мужчина Который Хотел Серьезных Отношений Тоже Исчезает Из Вашей Жизни Вот Для Того Чтобы Себя Обезопасить Я же Говорю Появится Вот Этот Молодой Человек Посмотрите На моем Канале Любое Видео Либо На Перспективу Отношений Либо На Будущие Отношения Любое Видео Именно На Отношения Буквально Вот Ну На Полгода Может Быть На Год Ну Либо Личная Консультация Потому Что Здесь Как В формате Данного Расклада Я Рассматриваю Только События На Пороге Да Поэтому Вот Тут Дальше Просто Я вас Заранее Предупреждаю Потому Что Я знаю Что Такие Ситуации Бывают Вот И Еще Момент Для Тех У Кого Ссора Конфликт Расставания Разрыв Развод Здесь Начало Отношений С Вот Но Тем Не Менее Поклонник У вас Поклонник У вас Все равно Появится Даже Если Он Не Станет Вам Любовником Здесь Я вижу Примирение И Планы На Серьезное Будущее Вполне Даже И Предложение Руки Сердца Со Стороны Того Мужчины С Которым У вас Ссора Конфликт Расставания Разрыв Развод Но Тем Не Менее Поклонник Все равно Будет Вашей Жизни Но Это Очень Хорошо Почему По той Простой Причине Что Скорее Всего Появление Вот Этого Поклонника Издвинет Ваши Отношения С Мертвой Точки Да То есть Конкретно На Ну Примирению Между Вами Либо Восстановлению Возобновлению Отношений И Еще Для тех Кто В браке Что Я тут Вижу Появление Поклонника Да Ну Здесь Может Быть Еще Зачатие Ребенка Рождение Ребенка Рождение Ребенка И Празднование Да Празднование А также Планы На Ну Какое-то Планирование На Будущее Вот То есть Здесь И такая Может быть Ситуация Но Тем Не Менее Вот Новый Мужчина Вот этот Светленький Девочки Он будет У всех Кто Загадал Третью Позицию Причем Прямо На пороге То есть Либо Это будет Поклонник Либо Любовник Либо Ну Не могу Я сказать Это новый Мужчина В вашей жизни Который Появится То есть Это Не Кто Не знакомый Вам еще Мужчина В любом В любом Случа Появится То есть Несмотря Даже На Разное Развитие Событий В вашей Жизни В любом Случа Появление Этого Мужчины Будет Вот Такая Собственно Третья Позиция Обращайте Внимание На Подсказки Которые Появляются Вверху Это Ссылочки На Другие Мои Видео Которые Помогут Вам Поверьте В любых Абсолютно Ваших Жизненных Ситуациях Переходите Ко мне На Канал Чтобы Перейти Нажмите Алена Ариис Внизу Под этим Видео Нажмите Алена Ариис И попадете Ко мне На Канал И сказки На ночь Они действительно Волшебным Образом Просто Меняют Вашу Жизнь В лучшую Сторону И Перехожу Я теперь К четвертой Позиции Смотрим По четвертой Позиции Что Конкретно У Вас На пороге В личной Жизни Ну На Даже Создание Семьи Брака Что Вам Делать Как себя Вести Наслаждаться Жизнью И Итог Итог Или Как изменится Ваша жизнь А вот что Интересно Вы будете В защитной Позиции Почему-то То есть Я так понимаю Что Вы Замуж Не хотите Не хотите Создание Семьи Почему-то У Вас Защитная Позиция В данном Случае То есть Такие Прекрасные События На пороге И При этом Почему Почему Вы будете В итоге В защитной Позиции Ну Потому что Вы такая Снежная Королева Вот То есть Или Станете Станете Снежной Королевой В связи С Этими Событиями Ну Ну Теперь По Разным Форматам Отношений Девочки Смотрите Для тех Кто Одинок На пороге У Вас Счастливая Встреча По Десятке Кубков С каким-то Мужчиной Вот С которым Есть Перспектива Именно Создание Счастливой Семьи Или Счастливого Брака Рождение Детей Если Вы Хотите Что Вам Делать Как Вам Быть Пойти На Это Да То есть Действительно Пойти На Создание Семьи С этим Мужчиной Говорит Карта В качестве Совета Как Вам Себя Вести Что Делать Как Быть Говорит О том Что Да Вы Ходите Замуж Вы Будете Счастливы И Обеспечены Под Узу Пентаклей Как Почему То Вы Будете В защитной Позиции Будет У вас Обида Злость Как То Вы Этого Мужчину Будете Держать На Расстоянии Ну Здесь Опять Такие Девочки Дорогие Мои Вы У Меня Все Разные Да У Кого То Действительно Будет Какая Обида На Мужчину Да Может Быть Какая Ревность Что То Еще Вот Именно Не Знаю Почему Но Вот Как То Либо Мужчина Вам Не Понравится Я Вижу Что Мужчина Хочет И Карты Вам Советуют Выйти Замуж Ну То Начать Отношения С Мужчиной Отношения Вполне Перспективные Выйти За него Замуж Об Этого Говорят Карты Но Вы Как Будете Держать Его На Расстоянии А Вот Но Для Некоторых Может Быть Проблема Расстаться Вам С Вашим Собственным Одиночеством Поэтому У вас Такая Защитная Позиция То есть Получается Что Вы С одной Стороны Мечтаете Об Отношениях О Замужестве А С другой Стороны Когда Появляется Серьезный Мужчина Именно Вам Для Брака Для Серьезных Отношений То Вы Как-то Не сильно Спешите Выйти За него Замуж Ну Может Быть Это И Правильно Вот Но По крайней Мере Будете Держать Его На Расстоянии Мужчина Настроен Действительно Серьезно Еще Один Момент Здесь В некоторых Проиграется Девочки Может Быть Почему Вы Так Держите Мужчина На Расстоянии Может Быть Со Стороны Мужчины Вы Видите Меркантильный Интерес Такое Тоже Может Быть Дальше Ну То есть Для тех Кто Одинок Я тут Все Объяснила Для тех Кто В паре Или В браке Улучшение Семейных Отношений Здесь Я Нового Мужчину Не вижу Для тех Кто В паре Или В браке Давайте Отдельно Для тех Кто В паре Здесь Предложение Руки Сердца Помолвка Брак У вас На пороге И Карты Советуют Действительно Все это Принять Согласиться Дать Согласие На Вступление В брак Да То есть Об этом Говорит Туз Пентаклей Вот Но вы Как-то Вот В защите Причем Ну да Страх Здесь Конечно По семерке Жезлов И страх Есть тоже Да Страх Перед Вступлением В брак Вот Вот И поэтому Вы так Несколько Холодновато Будете Относиться Как-то Вот Вы не В восторге Почему-то То есть Будете Думать Итог Итог Ваших Отношений Итог Хочу посмотреть Девочки Еще Угу Ну вот Еще один Момент Как бы Я сомневалась Насчет Этого Момента Ну я Хочу Сказать Что Ну для Тех Кто Одинок Тоже Возможно Есть Соперница Либо Вы Решите Все-таки Остаться В гордом Одиночестве Такая Сильная Самостоятельная Скорее Всего То есть Не пойдете Вы замуж За того Мужчину Которого Встретить Хотя Перспективы Очень Хорошие Не знаю Почему Возможно Мужчина Как-то Вам Не понравится Может Внешне Может По характеру Может Видите Мужчина Здесь сам Как бы Не вышел Вот Но Здесь Девочки Еще Один Момент Здесь Может Быть И Нет Соперницы То есть Возможно Вы Просто Себя Накручиваете Такое Тоже Возможно Девочки Послушайте И для Тех Кто Одинок Тоже Здесь Возможно Нет Соперницы Здесь Что Есть Вернее Кто Есть Я вижу По Картам Бывшая Жена И Именно Поэтому Вы Как-то Отвернетесь От мужчины Ну Что Ну Пусть Есть Вот Те Кто Девочки На личной Консультации Обращались Ко мне Знают Да Что Ну Пусть Есть Бывшая Жена Но Не Стоит Ревновать Не Стоит Как-то Бороться За Мужчину Там Или Еще Что Как-то Себя Проявлять Ну Есть Бывшая Жена Признать Это Что Она Есть И Никуда Она Не Денется То есть Ну Если Уже Она Есть Это Не Повод Ревновать Держать Мужчина На Расстоянии Конфликтовать С Я Считаю Что Это Абсолютно Не Повод Даже Если Бывшая Жена Пытается Его Заново Там Вернуть Завоевать Все Так Отпустите Ситуацию Скажите Ему Да Пожалуйста Как бы Твое Право Хочешь Возвращайся К бывшей Жене Я Тебе Ничем Не Держу Поверь Мне Это Самый Лучший Способ Для Того Чтобы Удержать Возле Себя Мужчину Вот Закономерность Я Сегодня Я Не Знаю Вот Эту Закономерность На Личных Консультациях Наверное Произнесла Раз Десять Да О том Что Когда Отпускаешь Перетягивается Когда Наоборот Тянешь Мужчину К себе Сама Тянешься К нему Отталкивается Но Вот Закон Это Закон Природы Неписанный Закон Но Который Всегда Действует Безотказно И Никуда От Этого Закона Не Деться Поэтому Ну Вот Такая Ситуация Отпустите Его Отпустите Дайте Ему Право Выбора И Он Будет Ваш На Веки Вечный Здесь Я Вижу Как раз Таки На Обратную Ситуацию Что Вы Будете Обижаться Злиться Ревновать Вот И В итоге Останетесь В гордом Одиночестве Причем Еще И С Полной Уверенностью Что Вы поступили Правильно Ну Каждому Свою Как бы Вы В праве Поступать Так Как Вам Нравится Вот Дальше Для тех Кто В паре Та же Самая Ситуация Возможно Мужчина Был Женат Либо Какая-то Бывшая Девушка Появится И Поэтому Вы будете В защитной Позиции Но Здесь Я же Говорю Самый Лучший Вариант Я Проговорила Его Для Всех Форматов Это Отпустить Отпустите И тогда Действительно Как бы Ну Можете Праздновать Победу Вот То есть Получается Что Вот Для тех Кто В паре Что Вы Собираетесь Замуж Да Вот И Появляется Какая-то Бывшая Девушка Бывшая Жена Бывшая Девушка Да И Пытается Расстроить Вашу Свадьбу Пытается Добиться И Смотрите Если Вы будете Ревновать Злиться То Как раз Таки Вы Будете Играть Ей На руку Вот То есть Тогда Вы Поможете Ей Добиться Того Чего Она Хочет Вот А Если Будете Спокойны И Отпустите Мужчину Ситуацию Дадите Ему Право Решать Он Будет Ваш Вот Для Тех У Кого Ссора Конфликт Расставания Разрыв И Развод Здесь Я Вижу Ну Немножко Другую Ситуацию На пороге У вас Примирение Счастливое Продолжение Ваших Отношений Вот И Карты Вам И советуют Собственно Пойти На это Примирение Все У вас Будет Прекрасно Но Вы Не Пойдете Страх Страх Того Что Все Это Повторится Снова И Снова Что Будут Опять Конфликты Ссоры Что Будет Причем Действительно Как бы В момент Вашего Примирения Когда Мужчина Будет Делать Шаги Для Примирения Мужчина Будет Делать Шаги Они У вас На Пороге То есть Он Будет Делать Шаги Для Примирения Восстановления Или Возобновления Отношений С вами Появится Какая-то Женщина У него Какая-то Бывшая Вот И Будет Пытаться Его Завоевать И Расстроить Ваши Отношения Но Я считаю Что Не стоит Ей Давать Возможность Разладить Ваши Отношения Вот этот момент Тоже Учитывайте То есть У вас Прекрасная Перспектива Возобновить Или Восстановить Отношения И жить Долго И счастливо Под Изу Пентаклей Но По десятке Кубков Естественно Тоже Так что Решайте Что Что Вам Нужно Что Для вас Важнее В этой Жизни Ну И Теперь Самое интересное Для тех Кто В браке На пороге У вас Счастливейший Период Прекрасных Отношений С вашим Мужем Зачатие Или рождение Детей Ну И в целом Период Прекрасный Как ты Говорят Туз Пентакли Говорят Радуйтесь Наслаждайтесь Живите Полной Жизнью Будьте Счастливы Вот Ну Тут Появляется Какая-то Бывшая Его Бывшая Жена Может быть Или бывшая Девушка Женщина Вот И вы становитесь В защитную Позицию Она пытается Добиться С ним Отношений Ну То есть Как-то Его вернуть Разбить Ваш Брак Да Получается Ну Опять-таки Я хочу повторить Не давайте Ей шанса Своей ревностью Или Своими Обидами Конфликтами В сторону Мужчины Вы Ничего Хорошего Этим Не добьетесь Наоборот Отпустите Его Отпустите В том Смысле Что Выбирай Как бы Ну Это если Он начнет Разговор Да Если Как бы Он Разговор Никак Не начнет И вы Делайте Вид Что Ничего Не Происходит Все Прекрасно И Замечательно О чем Карта И говорит Да Туз Пентакли Делайте Вид Что Все Прекрасно И Замечательно Чего Вы Не Видите Ничего Не Замечаете А вот То есть Действительно Будьте Счастливы Наслаждайтесь Жизнью Радуйтесь Этой Жизни А если Если Уж Что Какой-то Разговор Как бы Получится Если Он Сам Эту Тему Затронет То Скажите Выбирай Дорогой Я Тебя Не Держу Хочешь Можешь Вернуться К бывшей Вот То есть Отпустите Его Отпустите Его И Внутренне И Внешне То есть Целиком И Полностью И Поверьте Мне Что Как раз Таки Он Сделает Вашу Пользу Ну Хотя Б Я Здесь Уверена Почему По той Простой Причине Что Тут Идет Шестерка То есть Десятка Кубков Вот Поэтому Я Хочу Сказать Что Мужчина Вас Любит У него К вам Очень Сильные Глубокие Чувства Вот И Рядом Еще Ту Спентакли Который Усиливает Значение Десятки Кубков Поэтому Здесь Самый Лучший Способ Это Дайте Мужчине Возможность Решать Отпустите Данную Ситуацию Не Занимайте Позицию Защиты Или Борьбы За Мужчину Не Нужна Вам Эта Позиция Просто Отпустите Не Нужно Не Обижаться Не Конфликтовать С Мужчиной По Данному Вопросу Не Ревновать Его И Тогда Все События У вас Сложатся Самым Наилучшим Образом То есть Действительно По Тузу Пентаклей По Десятке Кубков Вы Будете Абсолютно Довольны И Счастливы Вашими Отношениями И Вашим Мужем Партнером Вот То есть Самое Главное Занять Нужную Позицию И Тогда Все Разрешится Само Собой В Самую Лучшую Сторону Вот Такая Четвертая Позиция Девочки Обращайте Внимание На Подсказки Которые Появляются Вверху Это Ссылочки На Другие Мои Видео Которые Поверьте Помогут Вам Ну Вот Абсолютно В любой Вашей Жизненной Ситуации Внизу Под Видео Там Где Моя Фотография Написана Алена Ариес Нажмите На Слова Алена Ариес И Вы Попадете На Мой Канал Где Действительно Найдете Помощь По Любому Вопросу А Также Сказки На Ночь Выбирайте Свою Сказку На Ночь Они Реально Меняют Жизнь В лучшую Сторону Ну И Теперь Как Всегда По Традиции Девочки Я Перехожу К Карте Исполнения Желаний Уже Не Буду Говорить Группа Группа ВКонтакте В каждом Видео Проговариваю Внизу Под этим Видео Есть ссылочка На Группу ВКонтакте Там Есть Интересная Информация И Плюс Правила Исполнения Правила Загадывания Правила Загадывания Желаний А Также У меня На Канале Вышли Новые Видео Очень Сильные Также На Исполнение Желаний И Сказки На Ночь Которые Реально Меняют Жизнь В лучшую Сторону Да Кстати Девочки После Создания Да Или Во время Создания Сказки На Похудение Спи Худей Я Стала Во первых Пока Я ее Создала Я Потеряла 2 Килограмма Веса И Продолжаю Его терять Даже Несмотря На то Что Я Не Слушаю Сказку Каждую Ночь Да То есть Пока Я ее Создавала Пока Я Подбирала Весь Материал Продумывала Каждое Слово Каждую Фразу Все Взвешивала Анализировала Потом Пока Я ее Создала И Этого Было Достаточно Что Я Сразу Потеряла 2 Килограмма Ну В первый День Даже Не Выпуск Сказки Я Начала Только Над ней Работать И Потом Теряю И Теряю Действительно Пропадает Аппетит Вот Девчонки Пишут Что Аппетит Пропадает Вот Действительно Вы Знаете На себе Это Ощутила Может Быть Я бы Так И Не Заметила Потому Что Я Очень Много Работаю Но Девочки Стали Все Писать Что Теряют Вес Что Пропадает Аппетит И Я Заметила Что У меня То же Самое Происходит Так Что Все Сказки И Причем Все Сказки Несмотря На Какую Тему Сказка Не Была Даже Сказка На Похудение Поверьте Мне Она Также Вам Улучшит Все Ваши Жизненные Ситуации Во всех Сферах Жизни То есть Любую Выбирайте Какая Нравится Все Равно Будут Улучшаться Ситуации Во всех Сферах Жизни То есть Жизнь В целом По другим Сказкам Тоже Девчонки Пишут И на Конкретного Мужчина И на Нового Мужчина Девчонки Пишут Что Результат Прямо После Одного Двух Трех Прослушиваний Уже Результат Уже Меняется Реально Итак Загадали Расслабились Успокоились Ощутили себя Девочки Самое Главное Почувствуйте Прилив Энергии Сил Радости Счастья И удовольствия От исполнения Вашего Желания И теперь Счастливая Карта На исполнении Всех Ваших Желаний Для всех Кто подписался Или уже подписан На мой канал И поставили Лайк Под этим Видео Прекрасная Карта Король Кубков Говорит О том Что Девочки Мало Того Что Ваше Желание Исполнится Любое Какое Вы Не Загадали Так Оно Еще Исполнится Вы Действительно Будете Счастливы Да То есть Действительно Вот Оно Именно Таким Способом Воплотиться Ваше Желание Что Принесет Вам Счастье Удовольствие И тут Еще Смотрите Золотые Рыбки У короля Кубков Да То есть Действительно Все Ваши Желания Кто Сейчас Загадывал Исполнятся Очень Быстро По Кубкам Это Вот От 1 До 5 Дней И Самым Наилучшим Образом Девочки Хотела Вас Попросить По Поводу Желаний Вот Некоторые Пишут Исполнилось 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 Пишите Что Конкретно Вы Закадывали Что Исполнилось И как И по Сказкам Тоже Пишите Для того Чтобы Другие Девочки Тоже Как бы Видели Ну Потому Что Интересно Я же говорю Я бы не Заметила Что У меня Пропал Аппетит И Что Я теряю Вес Если Если Девчонки Не писали Мне На Вайбер Или Ватсап Они Мне Пишут И Комментарии Тоже Я Прочитала То же Самое И Тогда До Меня Дошло Думаю Я Поняла Что Я тоже Теряю Вес Что У меня Тоже Пропал Аппетит Но Я Со Своей Занятостью Иногда Даже Не Замечаю Честно Говоря Поэтому Пишите Это Очень Важно Не Только Для Меня Ну И Для Других Которые Только Приходят Скажем На Мой Канал Или На Тоже Сказку Чтобы Они Уже Понимали Какой Может Быть Результат А Может Результат Тоже По-разному По-разному Бывает Поэтому Пишите Единственное Что я Простила Не Пишите Вопросы У меня Нет В комментариях У меня Нет Возможности На них Отвечать Предложения По поводу Каких-то Новых Тем Можете Писать Но Именно Вопросы Не Пишите Я уже Говорила О том Что Я планирую Ближайший Месяц Создать Все-таки Есть Такая услуга На ютубе Как платный Чат Вот там Я буду Отвечать На ваши Вопросы Но пока Занимаюсь Этим вопросом И еще пока Не создала Не разобралась Еще до конца Девочки Итак На этом Желаю Желаю Счастья Радости Удачи Всего-всего Вам самого Наилучшего Дорогие Мои девочки С вами Была Алена Ариес До скорых Встреч В новых Видео Пока-пока Продолжение следует...